За фото с ней некоторые готовы платить деньги. Анастасия Шевченко – ванилька, представитель субкультуры, которая зародилась совсем недавно. Эти девушки милые, романтичные, всегда хорошо выглядят, всегда в курсе последних модных тенденций. Читают Куэля, мечтают о Париже и живут в интернете. Своей популярностью 16-летняя Настя обязана именно всемирной паутиной. Сегодня на ее страничке в сети 42 тысячи подписчиков. Большинство – подростки, которым нет еще и 15-ти. На самом деле мне просто повезло, что я понравилась девочкам. Они стали составить мои фотографии на АВЫ. И тем самым это все увеличилось и увеличивалось. И вот так вот получилось, что теперь очень много подписчиков, вот эта все популярность. Проведем простой эксперимент. Сравним популярность Анастасии Шевченко и мою корреспонденты телеканала ТНТ. В социальной сети поставил статус «Кто хочет со мной сфотографироваться?». Прошло несколько часов, желающих не нашлось. Год работы на телевидении никак не повлиял на мою популярность. За то же время ванилька Настя собрала несколько сотен комментариев, желающих сфотографироваться не меньше. Про Настю Шевченко Екатерина Яковенко, лауреат международных и всероссийских конкурсов, даже и не слышала. Кто такие ванильки, тоже не знает. Своей популярности она добивается по-другому. Меня в музыкальную школу привели моя бабушка и моя мама. И они хотели, чтобы я умела играть на фортепиано. Смысла постоянно фотографироваться и снимать видео про себя Катя не видит. Да и интернетом пианистка пользуются только в учебных целях. Слишком много других, более важных занятий. Андрей Дякин покорил другую сеть – сеть ресторанов. Общественным питанием он занимается всю жизнь. И на этом поприще заработал себе имя. Он считает, что стать популярным можно двумя способами – или выделиться из толпы, или стать профессионалом своего дела. Мне ближе вот вариант пианистки, вариант скрипача. Потому что я за дня в день прихожу на работу, за дня в день занимаюсь одним и тем же. Открываю холодильники, проверяю качество блюд. Я вижу, как приходят люди ко мне тоже на работу, кто устраивается, потом со мной работает не один год. Они выполняют свою работу, и мы делаем общее дело. По мнению психологов, желание выделить из толпы свойственно подросткам. Отсюда и необычное увлечение молодых людей. Хиппи, Гота, Эмма, теперь вот девочки-ванильки. Все это, говорят специалисты, временно. Понимает это и сама Настя. Она уже давно научилась зарабатывать на своем образе. К примеру, за рекламу людей в соцсетях берет деньги. Не пройдет и года, как девочка-ванилька Анастасия Шевченко вырастет. И тогда ее фанаты найдут другого кумира. Роман Гальперин, Алексей Чудин. Новости. Телеобъектив.